Скажите, пожалуйста, а как открытие нахавство? Что на это вообще не делается? Все начинается с правильного отношения к окружающему миру. Есть такие законы Вселенной. Почему мы дали законы Вселенной? Чтобы в себе открылись естественные качества, то ты должен правильно понимать, что такое окружающий мир, что такое ты и какая твоя задача. Когда ты эти вещи понимаешь и понимаешь глубоко, то в тебе демонически ему очень сложно возникнуть. Когда ты чувствуешь, что все вокруг тебя живое, что живые камни, минералы, что живые растения, что живое дерево, что живые существуют, когда ты чувствуешь глубоко, например, когда в тебе развиваются эти качества, меняется твое отношение. Когда ты знаешь, что мир – это сложная система, что все связано. Когда ты понимаешь, что ты начинаешь видеть красоту. То есть тебе запускается естественный механизм. Чтобы открылся нахата, ты должна понимать, что такое окружающий мир, как он построен. А он построен очень грамотно и очень совершенно. Если бы ты была ученым биологией, ты бы увидел, насколько тонко все в природе просчитано, насколько в природе все красиво. То есть мир наполнен красотой, и просто можно видеть. Чтобы открывалась нахата, есть просто техническая сторона, я тебе уже говорил. Например, ты занимаешься йогой. Почему? У нас один знакомый ходил на кундалини йогу. Я к этому отношусь немножко с напряжением, потому что есть общие правила, что нельзя скакать через ступеньки. Это фон проект того, как если ты еще не выучил математику, учить высшую математику – это немножко глупо. Чтобы раскрыти нахату, ты должна подготовить свое физическое тело, научиться правильно дышать, то есть входить в мир энергии. Эмоционально-психически подготовиться, и после этого можно входить в мир энергии. Когда ты захочешь в мир энергии, ты можешь использовать энергию, чтобы очищаться. Почему, например, у человека не работая нахата? Его энергия до уровня нахаты не доходит. То есть он может реализовываться максимум на уровне 2-3 чакры, на уровне сексуальной чакры или на уровне чакры воли. Сами по себе чакры – они неплохие, но область применения чакры – она еще на уровне животного. Животные качества человеку тоже нужны – вживать, чтобы действовать. Но человек, который развивающий, должен понимать, что нужно идти дальше. И пока он не вышел на сердечную чакру, то есть он еще не является полноценным человеком. Есть вот уровень энергетики, когда ты занимаешься энергетикой и поднимаешь свою энергию. То есть поднимаешь энергию, которая у тебя есть до нахаты, и начинаешь через нахату выражать. Когда ты выражаешь через нахату, тебе появляется особое желание. То есть когда ты начинаешь в мир очень хорошо относиться, к окружающим начинаешь хорошо относиться. Нужно понимать, конечно, что нельзя обнимать каждого. Любить окружающих – это не означает, что на всех бросаться и всех обнимать. Любовь, на самом деле, это умение мать мир таким, как он есть, желание о нем заботиться и желание изменить себя и мир к лучшему. Любовь – это отдача, это желание отдавать. Это естественное желание отдавать, и в нем тоже должна быть разумность. Поэтому нахаты нужно еще быть разумным. То есть нужно понимать законы мира. То есть понимать, что такое законы Вселенной, как они работают, как их использовать, как опираясь на них жить и не страдать. Ты не смотрела видео «Законы Вселенной»? Да. Это хороший механизм, чтобы изучать мир. Потому что, когда приходит какая-то ситуация, у тебя стоит вопрос – что тебе делать? Как тебе поступить? И чтобы поступить, тебе нужна какая-то база. Или что-то, что тебе учили в школе, что мама говорила. Но в этих многих советах зачастую есть какие-то ошибки, либо этот механизм, он плохо работающий. Поэтому законы Вселенной, если ты их понимаешь, ты их сможешь использовать так, чтобы этот вопрос решить. Но нужно понимать этот закон, почему он работает, как его использовать. Потому что в разных ситуациях ты можешь использовать по-разному. Вот есть путь йоги. Путь единения с собой. Йогу перевести по классике – это путь единения. На четвертую ступень, когда ты приходишь к энергетике, кундалини-йоге, это значит начинаешь поднимать сакрального центра до сердечного, выраживаться до сердечного центра. Вот это самый простой путь. Просто у него есть некоторый такой минус, если человек психически к этому не готов, или человек уже пожилой, слабый, то у него идет дисбаланс энергии определенный. Поэтому нужно работать и физическое здоровье, за которым отвечает нижняя чахра. То есть на работу всю волю, чтобы там, когда у тебя открыта нахата, на тебя кто-то наорал, у тебя не было сил действовать. Волевая чахра Манипура, она отвечает за то, что человек умел действовать, тогда, когда нужно действовать, в достаточной степени. И когда энергия доходит до Манипура, у тебя появляется это умение, у тебя раскрывается это качество. Когда доходя до Саткистана, тебе раскрывается тот сакральный потенциал сексуальной энергии. У него тоже есть свои назначения. То есть где-то рождение и получение тонкого опыта – это тоже отдельная тема. Путь йоги. То есть у нас просто знакомая одна есть, хочешь, можешь пообщаться, ее зовут Полина, она есть на реконструкциях, можешь не на эту тему пообщаться. Когда у тебя появляется различная энергия, сакральная, например, можно поднять ее выше и через анахату проявить, через анахату выражать. У тебя начнет процесс открытия анахаты. К этому можно подойти с технической стороны и к этому можно подойти очень разумно. Понимать, что это такое, как и почему. То есть появляется обратная сторона, что открывается анахат, и желание такое весь мир обнимать, всех любить. То есть появляется потребность обнимашек. Нужно еще быть разумным, чтобы всех обнимать нельзя. Здесь люди очень грязные, и по пневмофикам можно захватать из них всякой фигни, скажем так. Нужно обнимать только тех, кто более или менее чистые люди, а потом не чистятся. А потом самую анахату не пришлось чистить, чтобы обновленная реконструкция, вместо того, чтобы развивать твои тонкие тела, не занялось чисткой твоей анахатой. А какие что есть в вашем направлении? Понимание. Творческое саморазвитие. Если ты будешь творчески развиваться, ты будешь творческую личность, рано или поздно в тебе начинает пробуждаться чувство прекрасного, чувство красоты, чувство формы, чувство такта. И это тебе также начнет пробуждать эти качества. То есть, чем тебе больше естественных человеческих качеств, тем тебе больше будет пробуждаться высокий чакра. А анахата чакра, чтобы она пробуждалась, должна жить на уровне анахата чакры. Будь творческим человеком, быть здоровым человеком, быть естественным человеком. То есть, естественно питаться. Если ты питаешься мясом, вероятность того, что у тебя анахата будет открыт, она уже меньше. Потому что, наверное, Мясо делают так, что оно связано с убийством, это программа страха. Программа страха закрывает ванахату. Я не говорю тебе, что нужно от всего там отказываться, но есть такая тенденция. Если ты питаешься, по-положим, убойной пищей, в частности, питаешься, например, яйца. Ну, такая ситуация, тебе чем-то нужно питаться белок. Ты не готова стать вегетарианцем. Яйца вводят в состояние прострации. Продукт вводят в состояние прострации. Там есть какой-то белок, есть какие-то витамины, на уровне физиологии что-то дает. Но на уровне психики яйца делают человека туповатым немножко в состояние прострации. Мясо человека приземляет и делают его более приземленным. То есть, если ты ешь пищу, в которой записана программа смерти, тебе на анахане будет тяжело. Причем многие люди, которые открывают ванахату, становятся вегетарианцами. Есть много разных вещей, которые с этим так или иначе связаны. Я как бы не заставляю тебя становиться вегетарианкой, но есть такая тенденция. Чем человек больше утончается, тем утончается все его миры. Утончается его еда, она становится более естественной. Утончается круг общения, становятся другими вещами, которые он использует. Утончаются формы общения с окружающим миром, упрощаются вещи. Например, если ты работаешь немножко утриру, киллером в тюрьме, то тебе анахату не открыть. Тебе крайне сложно. Если ты несешь смерть, почему, например, была такая у славянка каста воинов. Если у воина могла быть открытая анахата, но для того, чтобы быть открытой анахатой, убивать другим, нужно быть в очень тонком состоянии сознания. Умение убивать врага, когда это неизбежно. То есть, нужно находиться в очень тонком, правильном состоянии. Не воспринимать врага, например, как зло. Воспринимать врага как проблему, которую нужно решить, чтобы люди жили лучше. Чтобы мир утончался и был более совершенным. То есть, это особое было тонкое состояние восприятия действительности. Но воины умели, например, поддерживать анахату и одновременно быть солдатом. Уметь, проявляя волю, атаковать и уничтожать зло, в частности, как противника. Поэтому и твое питание на это будет влиять в той или иной степени. Это не критично, но это будет влиять. В особенности, поскольку у евреев и мусульман есть такое понятие, как чистое мясо. У евреев кошерное, у мусульман немножко по-другому. Это тоже не случайно было придумано, потому что это кошерное мясо. Тогда, когда животное убивают так, что при убийстве не возникает страх. Страх не записывается на продукт, потому что страх может возникать у одних животных, у других животных. Бараны, они практически не чувствуют этого страха. Коровы сильно чувствуют, свиньи сильно чувствуют. У меня там курица, у нее там попроще немножко, белое мясо. Вообще. Она тоже будет влиять. Ты должна быть человеком творческим, творчески самовыражаться. Активно самовыражаться. Через творчество воспринимать мир. Но учиться быть разумным. Но учиться относиться к людям отстраненно, но по-доброму. Просто йога, здесь йога, да. Йога, она формирует твое отношение к окружающему миру. Она формирует здоровье, она формирует очищение. Есть способы энергетически очищаться, снимать с себя грязь. Самое простое очищение, это ты в душе моешься. Или в лесу, в озере, или по лесу гуляешь. Есть очищение на уровне энергетики. Например, в цигун есть такие разные техники, например. Под душе моешься, ты вставляешься, чистый поток через себя проходит и очищает. Есть чистка, организм чистишь от паразитов. Это все помогает косвенным способом раскрыть себе эти тонкие вещи. Потому что процесс развития – это не только какое-то одно условное занятие. Это целый, скажем так, пакет действий. И нельзя, скажем так, развиваться, делать только что-то одно. То есть нужно быть не творческим человеком, и заниматься своим здоровьем, и развиваться, и обучаться, изучать окружающий мир, и развивать собственные качества, и учиться утончаться. Это целая программа. Просто каждый для себя выбирать какой-то путь. Вот Грижов говорит, есть такая техника. Кладете себе на грудь теплую тряпку, и вот это ощущение тепла, точка на груди, как бы правее сердце посерединке. И когда у тебя открывается анахат, это подобное такое чувство тепла в этой области. То есть она исходит не из физического сердца, она исходит из энергетического сердца анахата. Ты можешь в интернете посмотреть чакры, и там ты увидишь эту проекцию. Есть просто путь йоги, где это идет постепенно. Есть какие-то отдельно взятые практики. Но для того, чтобы поддержать это состояние, тебе нужно общаться с людьми, которые открыты, которые дружелюбны, которые радостны, у которых самих открыты анахата. Дать это тебе переживание любви, это качество, тебе его показать можно. Но в себе его нужно генилировать и раскрываться. И для этого нужно много что делать. И заботиться о питании, и о самоотношении к окружающим, и отношении к окружающему миру. И творчески самовыражаться, и очищаться всеми возможными способами. И поддерживать физическое тело. Если у тебя больное тело, то у тебя будет склонность к депрессии. Явно или скрыто. Чтобы тонкая энергия пробуждалась, у тебя должна быть жизненная энергия, чтобы вообще что-то тонкое пробуждать. Потому что чем энергия поднимается выше, тем она становится тоньше, тем она становится меньше. Для того, чтобы энергия доходила, ее должно быть много. То есть для этого нужно поддерживать этот энергетический уровень. Много чего тебе придется делать. Ну, я готова и хочу это делать. Ну, мы вот так в целом сейчас это как бы так подытожим. По поводу физического развития. Ты ходишь там на танцы, как я понимаю, ты сейчас учишься, у тебя в известной степени время ограничено. Но для того, чтобы полноценно раскрываться, физическая нагрузка должна быть целостной. Нужно танцевать так, чтобы у тебя все тело, у тебя все тело как бы вибрировало вот до этого уровня, чтобы шла эта физическая ситуация. Второе, это научиться более тонко чувствовать, развивать в себе какие-то сенсорные качества. Научиться энергию, которая у тебя есть, включать, выключать, поднимать. Научиться правильно питаться и более тонко питаться. Я вот не призываю тебя к вегетарианству, но в принципе вегетарианство, как способ жизни, она помогает этому. Творческое саморазвитие, физическое саморазвитие, обучение. То есть когда ты изучаешь мир, более тонко, научишься видеть красоту, тебе пробуждается это качество, пробуждение, что-то более тонкое. На каких вибрациях ты живешь, такие чакры в тебе и работают. Ну, помочь тебе можно, дать тебе толчок. Но вот все тебе, это делать самой. Почему люди ходят к учителям на практике, на практике медитации. Есть еще такая практика, когда ты дышишь через анахату. Например, ты можно сидишь напротив какого-то места, где тебе видно солнце. Вдыхаешь энергию солнца в сердце и выдыхаешь все, что тебе успокоит. Выдыхаешь все темно. Просишь солнце раскрыть себе анахату. Но раскрыв анахату, ты должна быть готова, что появится кто-то, кто будет агрессивным. И кто тебя будет проверять на твою устойчивость. Тебе могут по этой анахате долбануться. Поэтому нужно иметь и волю, и умение отстраненно смотреть на ситуацию. То есть не цепляться за обиды, не цепляться за мнение, не цепляться за эмоции. Если это будет в тебе, то открытие анахаты будет безболезненным. Почему йога говорит, сначала открывайте все снизу, научитесь контролировать энергию, научитесь быть волевым. После этого открывайте анахат. Плюс понимание.